МОНСТР ХАЙ Дочь Дракулы, волк-оборотень, призрак оперы «Медуза Гаргона» – это персонажи популярного среди малышей-школьников мультипликационного фильма. После каждой серии в продаже появляются куклы-киногерои. Курянка Елена Миронова – мама троих детей. Женщина твердо решила, что игрушечным чудовищам не место в детской комнате. Они, во-первых, страшные, у них неприятно играть, даже в руки брать. У них еще и одежда тоже, соответственно, такая же, тоже очень короткая, очень оголенная. То есть девочки хотят и подражать. Тоже такую раскраску иметь на лице, волосы в неестественные цвета выкрашивать. Таня не понимает свершниц, которым нравятся такие игрушки. Мне казалось, что они могут прийти и душу детскую не упрасить. У них другой цвет кожи, вот такие ногища, такие же руки. Елизавета Зинченко потряс разговор двух первоклашек, с которыми она ехала в автобусе. Девочки мечтали, чтобы на Новый год Дед Мороз подарил им гробики-кроватки для кукол-монстров. Лиза решила обратиться через социальную сеть к взрослым с призывом беречь детей от подобных игрушек. Монстры – это умершие люди, конечно. И как детям можно разрешать играться с монстрами, я этого просто не понимаю. Они же будут пытаться быть похожими на своих игрушек. Это просто приводит к суициду, мне кажется. За яркими, далеко не детскими лицами скрывается что-то демоническое, нескромное, безвкусное и фривольное, говорит многодетный папа священник Олег Чабанов. Он считает, что популярный бренд может превратить детей в монстров. Когда родители покупают подобного рода игрушки своим детям, возникает закономерный вопрос о состоянии духовного роста или духовного состояния самого этого родителя. Когда ребенок воспитывается в красоте, то и душа его становится красивой. Если же воспитывается в среде ужасного и отвратительного, то и душа его будет соответствующей. Недавно депутаты Госдумы обратились в правительство с просьбой провести психолого-педагогическую экспертизу игрушек серии «Монстр Хай». От ее результатов будет зависеть, запретят ли в России продажу пластмассовых вампиров и оборотней. Продолжение следует...